Я, безусловно, когда вижу пожилых людей, ветеранов, безусловно, я всегда это, ну, как бы, соизмеряю, перемеряю на своих родителей. Это, безусловно, наложило отпечаток на мое отношение к этому, на отношение к людям. И, с одной стороны, вы правы, я губернатор, я должна проводить государственную, в хорошем смысле, не болтать, как некоторые, да, а государственную политику по поддержке и защите ветеранов, участников войны и блокадников. А, с другой стороны, вот они мне очень близки, потому что и моя семья тоже могла быть, мой отец, моя мама тоже могли быть рядом, но их, к сожалению, нет, они ушли из жизни. Поэтому я воспринимаю это очень эмоционально. Я иногда говорю, у меня даже голос дрожит. Я вот вижу этих людей, которые прошли через такие испытания, и они такие светлые, они такие чистые, они ничего не требуют, они ничего не просят. Они пережили тяжелейшие 90-е годы, которые пережила и страна, и они не озлобились, у них нет злобы, у них нет вот этого нытья. Понимаете, вот они светлые, оптимистичные, они болеют за то, что происходит в стране, и они готовы по-прежнему быть в строю, они готовы, и они востребованы. Они откликаются на любые мероприятия, они ходят в школу, они встречаются с молодежью, они до сих пор в такой активной жизненной позиции. И вот вы знаете, на самом деле, я говорю это искренне, не по случаю интервью, не по случаю юбилея. Мы очень много делаем для ветеранов, блокадников, участников войны, и делаем это адресно, делаем это точечно. Вот, конечно, нужны и торжественные мероприятия, торжественное чество, неуважение, безусловно. Вот когда на 9 мая колонна ветеранов, а это традиция петербургская, ленинградская, давняя, колонна ветеранов идет 9 мая по Невскому проспекту, а с каждым годом мы все больше и больше открытых машин заказываем, потому что ветеранам тяжело идти, они едут. Вот, вы знаете, ведь нет уже там структур, которые бы там организовывали, организовывали на автобусах. Весь Невский, весь Невский по ходу движения ветеранов, это сотни тысяч людей, выходят, это же не зрелищное мероприятие, идет колонна ветеранов, и приходят добровольно для того, чтобы сказать спасибо, для того, чтобы поклониться, чтобы вручить цветы и дети, и взрослые, и приезжие гости. И слава ветеранам кричат, и благодарят. Знаете, вот идешь и щемит, и слава Богу, что это сегодня есть. И, конечно, хорошо, что мы начали, ну, страна стала жить лучше, что мы начали отдавать долг ветеранам. И пенсии участников Великой Отечественной войны сегодня достойны. Мы добились того, чтобы, так же, как и участникам Великой Отечественной войны, вторую пенсию платили блокадникам, и сегодня блокадники, жители блокадного Ленинграда, также имеют неплохую пенсию.